МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сейф с деньгами и драгоценностями похитил житель Кустаная. Многомиллионную кражу раскрыли полицейские в ходе проведения операции «Квартира». Был задержан 30-летний подозреваемый, житель областного центра, который совершил кражу более 11 миллионов тенге. Установлено, что 30 января в 5-м микрорайоне мужчина, проникнув в квартиру, вытащил сейф, в котором находилось 10 миллионов тенге и золотые изделия. Операция проводилась в течение трех дней. За это время полицейские раскрывали не только квартирные кражи. Например, владельцам возвращено 9 мобильных телефонов, которые были похищены ранее. Также в Аулекольском отделе полиции полицейскими был задержан 21-летний подозреваемый, который совершил кражу с магазина. Сумма ущерба составила 600 тысяч тенге. Там были продукты, питание, денежные средства и еще и золотые изделия находились в магазине. По данным полиции, злоумышленник просто отжал дверь магазина в поселке Кушмурун и вынес все, что нашел, в том числе ювелирные украшения, оставленные сотрудниками в торговом помещении. Всего полицейскими раскрыто 33 ранее совершенных квартирных кражей, в том числе 13 совершенных даже в прошлые годы. По всем фактам ведутся досудебные расследования. Грабитель, который напал на сторожа одного из предприятий города, задержан полицейскими в Аркалыке. В данном случае злоумышленник также вынес все, что попалось ему под руку. Около 7 часов вечера в управление полиции города Аркалыка поступило сообщение о том, что по улице Корбекова на территории одного из предприятий было совершено открытое хищение. После того, как полицейские прибыли на место происшествия, было установлено, что на территории промышленной базы проник мужчина, при этом нанес телесные повреждения охраннику предприятия, 59-летнему мужчине, и похитил сотовые телефоны и другие вещи, принадлежащие предприятию. Этими вещами стали чугунная плита и самовар. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции, что называется по горячим следам, задержан 38-летний подозреваемый. Общая сумма ущерба составила 30 тысяч тенге. В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование по статье 191 Уголовного кодекса Республики Казахстан, то есть грабеж, и проводятся следственные действия. Администратор гостиничного комплекса была задержана в Кустанае сотрудниками управления по борьбе с организованной преступностью. Поводом для этого послужил сигнал от бдительных жителей города. 46-летняя женщина, являющаяся администратором данной сауны, предоставляла клиентам заведение услуги сводничества за денежные вознаграждения. Данное заведение в поле зрения сотрудников полиции попало недавно, после того, как от жителей города поступили жалобы по факту предоставления клиентам заведения девушек для оказания интимных услуг. По данным полиции, в сауне были задержаны девушки, уже состоящие на учете, как занимающиеся проституцией. В настоящее время, по данным факту, проводится досудебное расследование по признакам статьи Уголовного кодекса Республики Асен-309, то есть сводничество. Администратор сауны находится под подпиской о невыезде. Более подробно обо всем вышеописном, а также о других преступлениях и происшествиях, мы расскажем вам в будущий понедельник в рамках программы «Дело номер». Также эти материалы в любое время смотрите на канале АЛАУ Ютуб и подписывайтесь на наши аккаунты в Инстаграм. Продолжаем выпуск. Выдача земельных участков для разведения скота, возможности участия в госпрограммах, ремонт дорог и газификация домов. Большинство вопросов от населения, заданных Акиму Тарановского района на его отчетной встрече, касались именно этих тем. Куанды Каспергенов обещал решить часть из них уже в ближайшее время. Каких именно, расскажут мои коллеги. Первый вопрос Акиму Тарановского района от жителей Табола касался ремонта дорог. В прошлом году в районе отремонтировали порядка 40 километров автодорог на сумму 1 миллиард тенге. В этом году, отметил Аким, намерены в реконструкцию дорожного полотна вложить не меньше. Глава крестьянского хозяйства интересовался выделением пастбищ для дополнительного закупа скота в рамках государственных программ развития животноводства. Имея больше 500 гектаров пастбищ, большое стадо не вырастешь, сетует мужчина. В прошлом году по Тарановскому району мы сделали большую работу. Это 90 тысяч гектар земли пашни и 90 тысяч гектар земли пастбища. Мы выявили, что они у нас не работают. Если вы будете в программе Сабага, то вы одни из первых будете получать землю. Я думаю, мы это будем вопрос с вами вместе решать. Только вы не отказываетесь и вступайте в программу Сабага. Другой крестьянин из села Евгеньевка просил помочь получить кредит в рамках госпрограммы «Инбек». Трудности в залоговой базе зачастую, отмечает Куанды Каспергенов, мешают сельским предпринимателям получать финансовую помощь. Он обещал изучить и встретиться с крестьянином для поиска варианта решения проблемы. Аким Тарановского района положительно ответил и на просьбу инвалида о покупке для него комплекта специальных лыж. Жители райцентра просят Акима решить вопрос газификации домов по улицам, которые не вошли в первоначальный проект при строительстве газопровода. Здесь вопрос по нашу Кастранзазаймагу. В прошлом году вопросы на сходе задавали у нас по Осикрытовке, они в этом году решили. По Тоболу там выделены деньги. Я вам до этого говорил, у нас есть 2-3 улицы, которые небольшие. Вот просьба, чтобы Кастранзазаймаг или через ГЧП, чтобы нам помогли. Что касается Тарановского района, в этом году будет разработана проектно-сметная документация на газификацию села Тобол. Вы знаете, одна треть только с газом, оставшаяся часть поселка без газа. В этом году мы планируем разработать проект и заявлять на 2020 год на финансирование. То, что касается села Тарановка, АЭД, улицы, которые не газифицированы были в свое время, здесь необходимо вопрос проработать местной власти с Кастранзазаймаг, так как это частная компания, возможно в рамках инвестиционной программы. В декабре прошлого года жители села Тобол жаловались на низкие температуры в детском садике. Были установлены обогреватели, но родители интересуются, заменят ли в этом году отопление. В 2019-м, по словам Куандыка Испергенова, запланировано провести в детсаду ремонт кровли. На это уже выделено 5,5 миллионов тенге. Еще 14 миллионов акима отыщет для ремонта системы отопления. Пока их нет. А переселившиеся из южных областей страны в Тарановский район люди интересовались, изменились ли в этом году положенные в таких случаях выплаты. Чиновники пояснили, что суммы остались прежними. Алексей Кудрявцев, Татьяна Калюжная, РТН. Герои находятся рядом с нами. Их не нужно искать где-то. Так считают в русском драмтеатре. Поэтому они поставили спектакль о героических подвигах полицейских. Особенностью стала реальность всех шести историй, которые артисты показали на сцене. На необычном спектакле побывала Камила Солкомбаева. Театральная постановка, в которую вошли шесть реальных историй, была впервые показана поклонникам театра еще в сентябре прошлого года. Но на сегодняшнем представлении всех, кто внес вклад в этот спектакль, наградили грамотами департамента полиции. Внесенный вклад в укрепление имиджа казахстанской полиции награждается Бабанов Олег Александрович. Как рассказал Олег Бабанов, это был один из самых трудных спектаклей для него. Вся подготовка заняла два месяца. Причем только на написание и отработку сценария ушел месяц. Еще один месяц готовили видео, сцену настраивали звук. Работа эта, она была очень непростой и в то же время интересной. Интересной, потому что сценария как такового не было. Нам предоставили, наша полиция предоставила нам шесть протоколов, где были изложены факты. Вот в такое-то время тот-то, тот-то сделал тот-то, тот-то. То есть драматургии никакой не было. Нам пришлось драматургию придумывать. Добрый вечер. Старший лейтенант Досанканов. Досанов, вы? Я еще. С нами проедете? Да. В отделах. Вы подозреваетесь в краже двух лошадей, желанно-ноуческой базы. В начале нету причем. Разберемся. Также режиссер-постановщик отметил, что он и все семь актеров каждый раз волнуется перед выходом на сцену. Как оказалось зря, молодежь не только с интересом восприняла постановку, но и вынесла для себя что-то новое. Этот спектакль очень понравился. Он описывает то, что полицейские всегда защищают наш город и нашу страну. Полицейские работают, трудятся ради нас, чтобы мы жили в свободе и никто нас не трогал, защищают нас. Мне, конечно, запомнилась трагедия в 2011 году. Героически поступила. И именно на этом моменте я чуть не заплакала. Изменилось ли ваше отношение к полиции после просмотра спектакля? Да. Если честно, я хочу поступить теперь в милицию. Ну, поступить в пилицию. В Таразе двое сотрудников КНБ вели наружное наблюдение за Максатом. Но больше всего зрителям запомнилась история Газиза Байтасова, который в 2011 году в городе Таразе спас сотни людей. Он накрыл своим телом террориста с гранатой, после чего прогремел взрыв. Оба погибли. И подобных историй множество. Их нужно знать и помнить, считают в театре. Это спектакль специальный для вас, чтобы вы посмотрели только небольшую часть того, что делают сотрудники полиции. Хамзан Урпейсов, Камила Солкомбаева, РТН. В Кустанайе стартовала благотворительная акция «Открытое сердце». Ее организатором стал Дом дружбы. Все желающие могут помочь малообеспеченным, многодетным семьям и всем тем, кто попал в сложную жизненную ситуацию. Мои коллеги расскажут подробнее. Кустанайцы могут помочь друг другу. Дом дружбы объявил о проведении благотворительной акции. При поддержке Ассамблеи народа Казахстана каждый месяц 2019 года пройдет под знаком благотворительных мероприятий. Такой календарь будет связан с обычаями и традициями казахского народа. К примеру, февраль пройдет под названием «Сабыга». В рамках данного месяца мы проводим акцию благотворительную «Открытое сердце». В рамках этой акции простое население, граждане могут оказать помощь людям, нуждающимся. Это могут быть многодетные семьи, люди, которые попали в трудную жизненную ситуацию. Кустанайцы могут поделиться любыми вещами – предметами быта, посудой, одеждой. Все, чем уже не пользуются, но что сохранилось в хорошем состоянии. На наших глазах один из горожан принес детскую кроватку. Вот только рассказать на камеру о своем добром поступке постеснялся. Сбор материальной помощи и благотворительная акция у нас продлится с 11 февраля по 22 февраля. Мы находимся по адресу Алтенцари на 115, здание областного дома «Дружбы». Работаем мы с 9.00 до 18.30, то есть можно приносить и звонить по телефону 50 0802 39 28 30. Помощь, которую горожане смогут оказать нуждающимся, будет передана сразу после проведения акции. Алексей Кудрявцев, Наталья Басмурзина, РТН. Такими были события дня у меня. На этом все. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин